Нам нужен прорыв, нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Так заявил на пресс-конференции Владимир Путин, отвечая про целесообразность национальных проектов. На ежегодной встрече с главой государства журналист подняли десятки актуальных вопросов. Это пенсионная реформа, обманутые дольщики, переработка мусора, цены на бензин и безопасность России. О главном событии уходящей недели Татьяна Тикмаева. Путин плюс лыжи. Четыре года слова не дают, а также красные платья и российский флаг. Журналисты привлекали внимание, как могли. Задать вопросы президенту и югорским журналистам не удалось. Все оказались далеко на галерке. Но темы, актуальные для всех регионов, прозвучали от других представителей СМИ. В частности, о повышении налогов. Президент отметил, это разовое явление. Повышение НДС в том числе связано с необходимостью удержать этот показатель. Не нефтегазовый дефицит. Это первое обстоятельство. Второе. Во многих странах 20 и даже больше процентов НДС. У нас тоже он был выше. Мы понизили, а потом вернулись. Сейчас 20. Но так называемая эффективная ставка НДС, она на самом деле в целом в экономике будет меньше, чем 20%. Потому что мы сохранили практически все льготы. Пресс-конференцию президента России называют подведением итогов политического года. В этот раз она длилась около 4-х часов. Клёсткие фразы Владимира Путина «Не пищать и не чирикать» обсуждает весь мир. Глава страны назвал пропасть доходов, топ-менеджеров и обычных граждан мировой тенденцией. Необходимым отказ от долевого строительства и отметил. Российские лекарства не хуже зарубежных. Заметил, что экспорт отечественных препаратов составляет сегодня 700 миллионов рублей. Сейчас мы производим, допустим, 80% жизненно необходимых лекарств. Всё больше и больше не просто это дженерики, которые мы берём из-за границы, а это и первоначальные субстанции изготавливаются в России. Спросили журналисты и про пенсионную реформу, и про роль рубля, и про безопасность рубежей. Отвечая на вопросы, Владимир Путин назвал два главных события этого года. Это выборы президента, разумеется, это важно для всей страны, и чемпионат мира по футболу. На вопрос, хочет ли править миром от зарубежных СМИ, глава государства ответил, что это штамп, который навязывают западные страны. А в заключении пресс-конференции Владимир Путин поздравил всех с наступающим Новым годом. Татьяна Тюкмаева, Вести Югория. Редактор субтитров А.Семкин